Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале Читусо в студии Одина Смогулова, сурдоперевод Айгуль Станбековой. Программа официального визита главы Казахстана завершилась переговорами с президентом Европейской комиссии. В ходе встречи Касымжо Мартукаев и Урсула фон дер Ляйн обсудили состояние и перспективы торгово-экономических инвестиционных связей между Казахстаном и ЕС. В повестку переговоров вошли вопросы, связанные с постпандемическим восстановлением экономики, изменением климата, развитием сотрудничества в транспортно-логистической и гуманитарной сферах, а также проблемой глобальной и региональной безопасности. Участники встречи высказали обоюдное стремление к поиску новых точек взаимодействия в таких перспективных направлениях, как зеленая экономика, устойчивая энергетика и горнодобывающая промышленность, агробизнес, IT-технологии, транзиты, транспорт, финансы, здравоохранение, фармацевтика, образование и туризм. Президент Европейской комиссии дала высокую оценку проводимым в Казахстане политическим и экономическим реформам, подтвердив приверженность Европейского Союза дальнейшему укреплению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия с нашей страной. Определены победители премий неправительственных организаций за вклад в развитие страны. В Алматинской области дипломы республиканского образца получили 4 НПО. Об этом стало известно во время подведения итогов пленарного заседания 10-го гражданского форума Казахстана с участием министра информации и общественного развития Аида Балаевой. 10-й гражданский форум Казахстана проходил с 22 по 26 ноября в городах Нур-Султан и Алматы. Он состоялся в рамках 30-летия независимости и прошел в новом гибридном формате, соединяющем онлайн и оффлайн мероприятия. Основная идея события – глобальный взгляд на гражданское общество Казахстана, обращение к прошлому, анализ настоящего и прогнозирование будущего. Темой этого года стало 30 лет партнерства в интересах устойчивого развития общества и государства. Поздравление главы Казахстана Касымжу Марта Токаева по случаю проведения юбилейного гражданского форума зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Деурья Набаев. Создание гражданского общества – один из основных приоритетов для нас. Яркий тому пример – форум, который проводится по инициативе Ельбасы с 2003 года. Данная модель диалога стала эффективной дискуссионной площадкой для обсуждения многих вопросов и выработки предложений. Форум способствует принятию системных мер для поддержки гражданских инициатив. Также содействует подготовке стратегических и законодательных документов. В прошлом году моим указом утверждена концепция развития гражданского общества. Данный документ предусматривает усиление партнерства органов власти и общественных организаций. Традиция организации форума в Казахстане берет свое начало с 2003 года. В нынешнем году в работе гражданского форума принимают участие такие международные организации, как ОБСЕ, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО. Министр информации и общественного развития Аида Балаева поблагодарила эти миссии за конструктивный диалог, ценные рекомендации и поддержку, а также за гуманность и открытость. Она добавила, что некоммерческие организации служат катализатором работы механизмов обратной связи между гражданами и государством. Большая часть НПО работает в тесной связке с государственными органами, как правило, в рамках целевых программ министерств и ведомств. Практически каждое знаковое событие на этом судбоносном историческом отрезке сопровождалось конструктивным участием неправительственного сектора. Это от закрытия Семипалатинского ядерного полигона до принятия нашей Конституции. Стоит отметить, что премия для НПО – это механизм государственной поддержки неправительственного сектора за вклад в решение социальных задач по 15 значимым направлениям, принятые в 2017 году в целях стимулирования НПО. Удостаиваются этой чести лишь немногие организации, чей вклад в развитие общества наиболее ценен и велик. Мы поздравляем вас с 30-летием независимости вашей страны. Мы ценим партнерство гражданского общества в развитии устойчивого общества в Казахстане. Я хочу подтвердить намерения организации объединенных наций в помощи и партнерстве Казахстану для достижения цели устойчивого развития и процветания. Участники мероприятия подчеркнули, сегодня гражданский форум приобрел общенациональный характер, стал действенным механизмом обратной связи населения и власти. На данный момент отмечается рост новых зарегистрированных НПО. Только в Алматинской области активную деятельность ведут около 500 общественных объединений. Их работа охватывает все сферы общественной жизни. От здравоохранения до образования, от семейно-демографических вопросов до безопасности на дорогах. Мы и отправили все свои работы и по социальным комплексу услуг, и по образовательному комплексу услуг, и по экологическому комплексу услуг. То есть мы, как налогоплательщики, внесли большой вклад как негосударственное учреждение в государственный сектор. Поэтому в совокупности все эти направления вот обеспечили нам такую награду-диплом. Мы очень рады этого и благодарны этому фонду, что он поощряет труд коллектива, труд наших сотрудников как мотиватор. Евгения Присяжная, АСУ Жандосова, Жасулан Чингинжинов, Телеканал ЖТСУ. Казахстан активизирует работу по декарбонизации транспорта. Именно по этой теме в Алматы проходит семинар под эгидой Европейской экономической комиссии ООН. Главные задачи семинара поддержать реализацию программы перехода на использование природного газа в качестве моторного топлива в целом по Казахстану. Всего в стране действует 21 газонаполнительная станция. В планах компании Кастрансгаз построить еще сотню во всех регионах Казахстана. Итоги декарбонизации в Казахстане показали, что выбросов газа в атмосферу по сравнению с бензином и дизелем практически на 90% меньше. Поэтому голубое топливо может внести существенный вклад в улучшение экологической ситуации страны. В Алматы стартовала расширенная ярмарка сельхозтоваропроизводителей Алматинской области. Агрария ЖТСУ завезли в мегаполис более 50 в наименовании свежей продукции общим объемом свыше 400 тонн. На месте события побывал и наш корреспондент. В текущем году сельскохозяйственная ярмарка проходит на территории центральной площади Астана. Уже с раннего утра можно было заметить большое количество желающих закупиться натуральной продукции с полей и крестьянских подворья Алматинской области. Более 150 фермеров привезли мясо, молоко, овощи и фрукты. Ярмарка мне понравилась. Я купила все, что хотела. И молочную продукцию, и мясо. Надеюсь, что это все вкусно. Цены меня очень устраивают. Спасибо организаторам. Я живу тут рядом. Квартал буквально. И мне это очень удобно. Стоит отметить, в текущем году на ярмарке представили свыше 450 тонн экологически чистой продукции по ценам ниже рыночных до 20%. К примеру, килограмм говядины можно было приобрести за 2100 и 2300 тенге, а килограмм мёда обошёлся бы в 1500 тенге. Картофель и морковь от фермеров области стоили 150 тенге за килограмм. Ярмарка сельскохозяйственной продукции проходит в рамках развития межрегионального сотрудничества между Алматинской областью и городом Алматы, а также в целях стабилизации цен на продукты и обеспечения продовольственной безопасности. Свой ассортимент товаров представили аграрии Сталдыкургана, Капшагая, Текеля и 17 районов региона. Аделя Кжаркенова, Ербол, Атантелов, Телеканал, ЖИЦУ. Дорогу к прекрасному полу Центр развития женского предпринимательства Алматинской области распахнул свои двери. Церемония открытия состоялась на базе палаты Атамикен. Крающий-то создал вторым регионом страны, где создан подобный центр. Всего в пилотном проекте в этом году, помимо Алматинской, участвуют также Туркестанской и Мангистауской области. Аналогичная работа будет проведена и в других регионах страны уже в следующем году. Как было отмечено на открытии, сегодня женское предпринимательство вносит большой вклад в развитие экономики. По данным НАТС статистики, из 130 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса региона практически 55 тысяч возглавляют представительницы прекрасного пола. Совет деловых женщин Крающий-то СО ведет активную деятельность. В него входят 400 успешных представительниц прекрасного пола. По их мнению, открытие Центра развития женского предпринимательства станет стимулом к дальнейшей работе и будет способствовать расширению возможностей женщин. Вот с этого года у нас мы обучили 100 многодетных женщин, женщин, имеющих детей инвалидов, женщины-матери-одиночки, которые сами воспитывают детей. Мы их обучили основам бизнеса, дали им сертификаты. И наши женщины деловые взяли менторство над ними. Сейчас они будут участвовать в грантах. Если они их получат, если им повезет, значит, они будут открывать бизнес и наши женщины будут сопровождать, пока у них этот бизнес не осуществится. Мы ездим очень много по районам, беседуем с женщинами. Не до всех доходит информация. А я считаю, что когда будет особенно выделен этот Центр, то он будет целенаправленно заниматься именно распространением этой информации среди женщин. Более доступно будет не только в городах или в моногородах, а именно в глубинках селок. Корона для самой красивой. В Вескильдинском районе впервые в истории региона прошел конкурс красоты за звание самой привлекательной и самой талантливой. Боролись 9 конкурсантов. Отметим, красочное состязание было приурочено к юбилею независимости страны. Чем участницы удивили судьи, узнавала Оружание СПЕК. Знания национальных традиций казахов, творческие способности и сообразительность. Именно на такие качества в первую очередь обращала внимание строгая жюри при выборе самой очаровательной и талантливой девушки. Финальный конкурс состоял из четырех туров. Приветствие, вопрос-ответ, дефиле и творческая часть. Мы проводим впервые в нашем районе Мисс Искельда 2021. В чем отличается наш конкурс? В том, что мы не только акцентируемся на красоту девушек, но и на интеллектуальность и на ум наших девушек. Мы хотим, чтобы каждый год у нас, как традиция осталась, чтобы в каждом году проводить такие мероприятия, и чтобы в этом году не успели на Мисс Талдукурган. На следующем году планируем, кто у нас победит, Мисс Искельда, ее будем отправить на городскую Мисс Талдукурган. Жюри призналось, что сделать выбор было нелегко. Все конкурсантки харизматичные и очень артистичные. Однако, несмотря на все трудности, сильнейшие обошли конкуренток. В итоге безоговорочно обладательницей гран-при за звание первой Мисс Искельды стала 20-летняя Анель Кудайберген из поселка Корабулак. Ей был вручен главный приз – айфон последней модели. Остальные участницы получили грамоты и денежные призы. Оружание «Спек» Жаек Курманбаев, телеканал ЖТСУ. Ценный подарок к дню первого президента получили жители села Тулеби и Янбекши Казалского района. Здесь состоялось торжественное открытие нового двухэтажного здания, в котором более чем на 300 квадратных метрах расположились врачебная амбулатория, участковый пункт полиции и отделение почты. Построил его и передал на баланс государства местный житель села Тулеби и меценат Тавабир Чикаев. Стоит отметить, что новая сельская врачебная амбулатория рассчитана на прием 50 человек в смену. Руководство районного Ахимата отмечает – все необходимое медоборудование выделит межрайонная больница. В торжественной церемонии перерезания ленты приняли участие представители района администрации и местные жители. Они поблагодарили бизнесмена за добрые намерения и ценный подарок в непростое время, охваченное всеобщей пандемией. Честно говоря, я на поликлинике в ауле давно не был. Вы знаете, я уже повторюсь, мы мечеть построили, спортзал построили, футбольное поле. И как-то полгода тому назад я случайно попал в поликлинику, увидел состояние поликлиники, и вот захотел построить поликлинику. С Акимом в Вишказской районе согласовали все, и начали строить. Вот так сделали, что на день рождения матери построить эту поликлинику. Потому что свой аул, родился и вырос здесь. Все для своей страны, для своего аула. Эта врачебная амбулатория будет обслуживать практически 3000 населения этого села. Конечно, радость в такой день, открытие нового здания, расширение инфраструктуры, вообще здравоохранения, именно села, наверное, это самые большие достижения. Это доступность для населения медицинской помощи. А уже с нашей стороны, со стороны медиков, это обеспечение помощи, сохранение общего здоровья. В стране ведется кампания по иммунизации беременных и кормящих женщин, а также подростков до 18 лет. В Алматинской области ведется активная деятельность в этом направлении. В целях ознакомления с проводимой работой руководством здравоохранения региона организован пресс-тур, в ходе которого представители СМИ ознакомились с ситуацией по организации прививочного процесса в Уйгурском и ряде других регионов области. На сегодняшний день в Уйгурском районе первым компонентом вакцины Камернати, производимой американской компанией Pfizer, привито более 24 человек. Из них 6 подростков, а также 18 женщин в период лактации. Несовершеннолетние приходят в пункты вакцинации вместе со своими родителями. При отсутствии противопоказания ребенка отправляют на прививку. Также врачи предупреждают о возможном повышении температуры после получения прививки. Для этого здесь организованы специальные места, где в течение 30 минут дети находятся под наблюдением. Отметим, что в районе вакцинации подлежат более 5000 несовершеннолетних, около 330 женщин, находящихся на сроках беременности от 16 до 37 недель и 756 кормящих матерей. Сама приняла решение привиться, считая, что защитить себя и своего младенца от вируса на данный момент должна каждая мать, беспокоящаяся за здоровье ребенка. Вакцинация придает определенную уверенность в безопасности, чувствуя себя хорошо. Рекомендую всем. С начала вакцинации в нашем районе провакцинировано 22 2227 первого компонента и второго компонента 19 756 жителей мы провакцинировали. В ходе пресс-тура съемочная группа посетила и учреждение здравоохранения Кербулакского района. Здесь иммунизации подлежат более 3500 подростков. На сегодняшний день 356 из них изъявили желание вакцинироваться и предоставили письменные согласия родителей. Также медики планируют привить около 200 беременных женщин и 564 кормящих матерей. Согласно действующим нормативно-правовым актам, перед любой иммунизацией проводится медицинский осмотр врачом. Отметим, что инструкции по транспортировке и хранению строго соблюдены. За эти 2-3 дня мы уже 48 детям Pfizer вакцину поставили. Сейчас на данный момент еще 24 желающих детей есть. Подписи родителей имеются. Желающих становится все больше и больше. Сначала, конечно, было недоверие Pfizer. Провели мы просветительную работу в четырех школах. Сам лично встречался с родительским комитетом этих школ. Ну, желающих много. Для качественной организации вакцинации среди подростков, а также среди беременных и кормящих женщин утверждены методические рекомендации. Отметим, что первая доза вводится в любой нулевой день, а вторая доза – с интервалом от 21 до 28 дней после получения первой дозы. Жан-Дос Назарбаев, Ержан Дюсен, телеканал ЖТСУ. В Алматинской области задержан 20-летний подозреваемый в ограблении семьи автомобилей. В основном злоумышленник проникал в автомашины во дворах частных домов и забирал из автотранспорта ценные вещи и деньги. Общая сумма ущерба составила 6,5 миллионов тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента полиции была установлена личность нарушителя правопорядка. Это 20-летний житель поселка Рахат Инбикши Казахского района. В настоящее время он задержан. Автомобиль БМВ, приобретенный на похищенные деньги, был изъят и поставлен на специальную стоянку до решения суда. На сегодняшний день доказана причастность подозреваемого к 11 преступлениям с общим материальным ущербом свыше 9 миллионов тенге. В свою очередь полиция призывает граждан не оставлять деньги и ценные вещи в транспортных средствах. Все больше стран приостанавливают авиасообщения с югом Африки после обнаружения там нового штамма коронавируса Омикрон. В Европе после Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии подобный запрет вводят Россия и Испания. По ту сторону Атлантики к США и Канаде, уже запретивших перелеты в ЮАР и соседние государства, присоединилась Бразилия. Япония вводит 10-дневный карантин для всех прибывающих оттуда. Особое беспокойство ВОЗ вызывает высокая вероятность заражения новым штаммом тех, кто уже переболел, в том числе заразившихся вариантом Дельта. Ведущие производители вакцин заявили, что приступили к его изучению. В Бионтек пообещали обнародовать результаты исследования через две недели. Руководство Модерна готово адаптировать бустерную дозу вакцины к новой разновидности коронавируса. Французские рыбаки на несколько часов заблокировали доступ к грузовым автомобилям к терминалу туннеля под Ла-Маншем. Таким образом, они выразили протест против ограничений Лондона на выдачу лицензии на рыбный промысел. В Париже выражают недовольство тем, что французские рыбаки получили меньше разрешения на промысел в водах вокруг острова Джерси, чем просили. В Лондоне выразили сожаление в связи с блокировками. Британские власти утверждают, что полностью соблюдают договоренности с ЕС. С начала года Париж получил почти тысячу лицензий, но требует оформить еще более 150. Галаконцерт, грандиозное шоу и красочный салют. В Египте после многолетней реставрации отпраздновали открытие древней аллеи сфинксов, протянувшейся между Карнакским и Луксорским храмами. Здесь, на мощенной дороге, расположились 1200 статуй сфинкса. В течение времени многие памятники древней архитектуры были либо повреждены, либо исчезли под толщи песка. Реставрировать их начали в 40-х годах прошлого века. Тогда и была найдена и восстановлена часть статуй. Масштабные работы начались в 2010 году. Спустя 11 лет аллеи сфинкса вернули первоначальный исторический облик. Власть Египта надеется, что открытие комплекса привлечет в страну еще больше туристов. Красота и грация. Сегодня в Талакурганском центральном плавательном бассейне стартовал официальный чемпионат Казахстана по синхронному плаванию. В областной центр съехали с представительницы четырех областей города Нурсултан. Всего 107 юных красавиц будут бороться за титул чемпиона в пяти номинациях. В течение двух дней участницы представят студиям и зрителям комбинированную программу, в которой чередуются соло, дуэты и трио, что делает выступление насыщенным и зрелищным. Синхронистки продемонстрируют обязательные базовые навыки, а также произвольную артистическую программу. Наряду с сильными школами казахстанского синхронного плавания Карагандинской области и города Алматы, свои силы в престижном первенстве проверяют юные синхронистки нашей области. Они делают свои первые шаги в большой мир плавания, а потому выступают пока вне конкурса. По итогам у девушек будет возможность попасть в юниорскую сборную Казахстана. Ярким украшением чемпионата, несомненно, является участие в нем звезд отечественного синхронного плавания. Четырехкратных бронзовых призеров азиатских игр, призеров мира, участниц двух олимпиад, сестер Александры и Екатерина Немич. Достаточно важен турнир, потому что здесь формируется национальная сборная команда. Но для нас это такой, знаете, как праздник. Наша задача здесь показать всем деткам, всему подрастающему поколению, к чему нужно стремиться. И наша задача, конечно, выступить максимально хорошо, и чтобы все посмотрели, и мы сами порадовались. Синхронное плавание развивалось и развивалось, чтобы оно достигло таких, ну, очень больших масштабов в нашей именно стране. То есть в мире оно очень хорошо развивается, а хотелось бы, чтобы у нас в Казахстане все-таки его развивали, больше строили бассейнов, чтобы люди, детки приходили. Да, бассейн вообще шикарный. Мы просто в восторге, нам очень все нравится, мы очень удивлены. На этом у меня все. До встречи в следующем эфире. Редактор субтитров А.Семкин